Всем привет, меня зовут Лобозина Валентина и я дизайнер интерьера. Но в эту сферу я пришла не сразу после школы или университета. Вообще я закончила высшую школу экономики по специальности статистика-аналитик. И некоторое время я работала в этой сфере. На самом деле мне очень нравилось, я любила математику, статистику, аналитику. Все это было для меня очень захватывающе. Я получала от этого удовольствие. Но в процессе работы я поняла, что какого-то особого успеха я там тоже добиться не смогу. Для меня было важно, когда я уже поработала некоторое время на кого-то, я очень хотела работать сама. А в области аналитики, к сожалению, для этого не так много места и не так много возможностей. Поэтому я поняла, что нужно что-то менять. Ну, в принципе, как и все, мы занимаемся поиском себя, поиском того, что нам интересно. На самом деле, когда я работала в свободное от работы время, я очень часто сидела, чертила что-то в автокаде, либо планировала квартиру в 5D-пленер, если вы знаете, это веб-версия планировщика. Так проводила свободное время, я могла не спать до 2-3 часов ночи, что-то там делать. И в какой-то момент муж мне сказал, ну, может быть, ты займешься этим уже как-то профессионально. Я подумала, что да нет, я вроде аналитик, куда мне, там такие все творческие люди, полет фантазии. И это как бы не совсем про меня, я системный человек. Но зародилось во мне зернышко, я начала смотреть, какие курсы есть. Чаще всего предлагались только какие-то подборы цветов. Ну, на самом деле, стандартное обучение университетское. Для меня этого мало, мне хотелось понимать, а как я смогу это применить, как я смогу работать с клиентом, какой договор я ему принесу, как я могу это оформить юридически, как я вообще смогу общаться с клиентом на равных, если у меня нет элементарных знаний, как не только создавать дизайн-проект, но и как это вообще должно работать. Одно дело — нарисовать красивые картинки, а другое дело — запустить процесс работы. И для меня это было, наверное, самым сложным этапом вообще в старте смены деятельности. И именно у Стаса я нашла такой подход, системный подход и такие курсы, где было все рассказано подробно, как общаться с клиентом, как делать договор. Кучу примеров всего из реальной жизни. Мы изучали не только как подбирать цвета, как разбираться в стилях, это тоже отдельные блоки обучения, но и как налаживать, по сути, свой бизнес, свою систему, как работать с клиентом, что ему говорить, и как в результате получить действительно качественный и красивый дизайн-проект. На самом деле для меня, наверное, самым сложным этапом было зафиналить. 3D-визуализация, планировочные решения. Я, если честно, от всего этого получала удовольствие. Я обожаю чертить в автокаде. Очень мне понравилось создавать планировки, потому что я использовала Нойферта, который рекомендовал Стас. Сейчас это тоже моя настольная книга, где я все время смотрю, все ли у нас эргономично, везде ли человек сможет пройти, всем ли будет удобно пользоваться. Также 3D-визуализация. Я получала невероятный кайф, когда я могла создавать какие-то красивые, фотореалистичные. И самым сложным этапом это зафиналить проект. На самом деле у меня был финальный проект. Мы даже сделали по нему ремонт, потому что, по сути, я делала проект в своей квартире. И потом я даже уже поработала с несколькими проектами. И только после этого я составила финальный альбом и все зафиналила на курсе. Сейчас могу вкратце показать работу, которая у меня получилась. Здесь, собственно, альбом, представленные референсы, описание, что хотим получить, как это выглядит. В принципе, это даже этапы обучения и этапы работы над проектом просто в таком финальном альбоме. Были сделаны чертежи, и 3D-визуализация у меня здесь в конце. Чертежи, на самом деле, для меня сейчас это достаточно утомительная работа, трудозатратная. Я это буду отдавать на фриланс в будущем. Пока еще делаю их сама в своей работе, но в будущем планирую отдавать, потому что там много времени. 3D-визуализация для меня это... Я тоже понимаю, что, возможно, я буду отдавать на какую-то доработку материалов, но, по сути, я создаю дизайн руками. Мне нравится. Собственно, мой основной процесс происходит как раз при создании 3D-визуализации. Надеюсь, что мои рендеры еще не самые чудесные, но я все равно работаю над собой. Стараюсь повышать свои навыки и 3D-визуализация. Даже понимаю, что, возможно, в будущем я это кому-то передам. Но я тоже хочу, по крайней мере, сейчас создавать красивую картинку. Ну и в целом для меня очень важно всегда работа над собой и создание обучения, и создание каждого проекта все лучше и лучше. И, кстати, обучение у Стаса это тоже большой бонус, потому что даже сейчас, когда я закончила, я могу пройти на мастер-группу, показать свою работу, которую я уже делаю с клиентом, получить, нагоняя от Стаса, исправить и сделать лучше. И тем самым каждая моя работа, я это замечаю, что она становится все лучше, лучше и лучше. Ну и в целом это успех. Поэтому, если вы думаете, становиться ли дизайнером, менять ли сферу своей деятельности, изменить сферу, на самом деле, проще, чем кажется. Но главное понимать, что вам действительно нравится, что вы хотите. Слушайте себя, а когда вы найдете свою стезю, там уже все будет очень просто. Для меня, кстати, также было сложным этапом это мнение близких людей. Я заканчивала достаточно престижный университет, по хорошей специальности. Я думала, как я поменяю область, что скажут мои друзья, родные, как же так, вуаля. Ты же училась, теперь ты меняешь широт деятельности. Но в какой-то момент я решила просто не думать об этом и делать то, что хочу делать. И сейчас я получаю кучу отзывов от ребят, от девочек, с которыми я жила в общежитии, с которыми училась в университете, с которыми работала. И они все восхищаются, говорят, что это круто и спрашивают, а как же, а как же ты решилась? Это, наверное, сложно. Да, может быть, первый шаг сделать сложно, принять это решение, но потом все идет как по накатанной. Вы работаете, работаете над собой, получаете кайф от жизни. Это самое главное, получать удовольствие от своей работы, чтобы это не было работой, а чтобы это было ваше хобби. Я, когда создаю дизайн, я даже не ощущаю этого времени. Для меня не играет значение выходной, это или будний день. Я работаю и получаю кайф. И это самое главное. И не важно, в какой области вы будете. Но если вы решили обучаться и перейти в сферу дизайна, я искренне могу рекомендовать Стаса, потому что это не только обучение системному подходу, изучение стилей, цветов и всего-всего, но это и поддержка после. А это самое главное, когда у тебя есть старший товарищ, который может посмотреть сверху со стороны своего опыта и сказать, указать на какие-то мелочи и недостатки. Вы исправите свою работу и тем самым получите более качественное портфолио и результат для клиента. Спасибо и удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok